Пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Информационное агентство Business Code. У меня такой вопрос, связанный с предыдущим некоторым образом. Принимаю во внимание важность присутствия нашей страны, присутствия России в Южно-Кавказском регионе, а также некоторую, скажем так, многовекторность руководителей стран конфликта армяно-азербайджанского и возможность, к сожалению, надо признать, гуманитарной катастрофой в Нагорно-Карабахской республике. Какие конкретно в самое ближайшее время предпримет Министерство иностранных дел России по этому поводу, по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, достаточно сложного и долгодлящегося? Спасибо. Вы знаете, вы, опять же, как так сформулировали вопрос, как будто мы этим не занимаемся на постоянной основе. Проблема в том, что я не могу согласиться с такой постановкой вопроса. Мы занимаемся этой темой на постоянной основе, регулярно, по разным линиям. Вы видите активность на высшем уровне встречи с руководством Азербайджана и Армении. Вы видите, как работают министры иностранных дел. Вы видите, что у нас есть спецпредставители по этому вопросу. И, конечно, наше посольство и наши эксперты работают просто в ежедневном режиме. Это не только Министерство иностранных дел, но это те, кто обеспечивают безопасность непосредственно в регионе, пограничники и так далее. Поэтому, если вы говорите о конкретных датах встречи, по мере их возникновения мы будем обязательно с вами этой информацией делиться. Но сам процесс, он идет, а встречи являются, ну, либо завершающими какой-то этап процесс, либо, наоборот, дающими старт определенным начинаниям. А сам процесс, он идет без какого-то прерывания на перерывы, отпуски или какой-то затишки и так далее. Другое дело, что сейчас, конечно, как мы видим, очень много желающих, так сказать, помодерировать со стороны. Вот сейчас появились вообще сногсшибательные новости о том, что США, возможно, для этого даже силовые приемы используют. Но это, конечно, точно не привносит никакого дополнительного элемента именно в процесс урегулирования, только его усложняет и отбрасывает назад. Но мы тоже понимаем, почему это делается. Потому что с 2020 года те инициативные шаги, которые предприняла наша страна в качестве реального посредника, реального друга и Армении и Азербайджана, который хочет урегулировать эту ситуацию, они, конечно, вызвали, ну, наверное, шок и отропь. Потому что многолетний сложнейший конфликт, наконец, получил возможность для своего урегулирования. В практическом плане и наши контингенты, которые развернуты, и наши дипломатические усилия, и тот экономический блок, который сейчас под эгидой вице-премьера господина Аверчука работает, опять же, для наполнения, урегулирования вот этой самой практической, так сказать, тканью. Вот это все не дает покоя, мы прекрасно понимаем, что под видом модераторов и посредников сейчас во многом выступают те, кто не желает этому региону мира и стабильности процветания. Да, пожалуйста. Дело в том, что, как мы все знаем, там присутствует большое количество очень крупных игроков в Южно-Кавказском регионе. И хотелось бы понять, каким образом Россия сможет преодолеть вот эти вот все препятствия со стороны так называемых посредников. Ну, разными, в том числе. В том числе и не в последнюю очередь, а может быть и в первой дипломатическими, на различном уровне, как я уже об этом сказала. Так, идем дальше, да, пожалуйста. Добрый день, Мария Владимировна, Александр Мартынов, Life. Такой вопрос, вот недавно Владимир Путин на встрече с военкорами